Приветствую вас, и знаете, перед тем, как отвечать на ваш вопрос, я немножечко ознакомился с предыдущими вашими вопросами, и могу сказать, что у вас уже давно имеется некий личностный конфликт, некий внутренний такой нарыв, противоречие, которое и является следствием того, что с вами происходит. Отвечая на ваш вопрос, который вы задаете сейчас, можно сказать так. Агрессия, грубость, оскорбления являются следствием внутренней борьбы. То есть, когда вы боретесь внутри себя с чем-то, не можете разрешить какой-то внутренний конфликт, это выражается вовне именно в виде негатива, потому что у вас негатив генерируется, но выгода он не находит, он никак не трансформируется у вас ни во что, а выпускать его нудно. Так действует система самосохранения организма, и ваша агрессия является следствием именно этого. В идеале, если ваши родственники, ваши родные, близкие вас любят и относятся с пониманием к вашей жизни, то они, конечно же, знают, откуда и почему вы так себя ведете и вряд ли обижаются на вас. Исключение составляет, конечно, только детям, потому что дети не понимают контекста, не понимают навлеки, они обращают внимание, в первую очередь, на форму, а на смысл, и детям вы можете навредить. Значит, соответственно, что нужно сделать. Поскольку у вас везде, в ваших вопросах, по сути, везде фигурирует плохое настроение, депрессия и так далее, то надо понимать, что наступил какой-то момент, с которого все это у вас началось. То есть, какие-то обстоятельства вызвали у вас подобное поведение. Вот, например, в другом вопросе вы писали про бабочку, что однажды она начала вас беспрессить. И, вы знаете, вот это происходит так, как будто бы вдруг. То есть, ваша бабочка внезапно начала вас бесить. Я надеюсь, вы понимаете, что просто так бесить никто не начинает. Вас что-то перестало удовлетворять. Вообще, негатив есть следствие неудовлетворенности каких-то ваших желаний. Невозможности эти потребности желания удовлетворить, как результат развивающейся фрустрации. И чтобы вам помочь, говоря о внутренней стороне вопроса, нужно для начала определить, какие желания, какие потребности вы не можете удовлетворить и каких целей не можете достигнуть. А также, в чем вы видите препятствия для достижения этого желаемого, того, что вы хотите. И понять, почему именно это вы видите в препятствиях и почему не можете преодолеть. Собственно говоря, работа над изначальными обстоятельствами и работа над потребностями, желаниями и выработкой грамотного поведения для осуществления этого является лишь частью работы. Почему? Потому что вполне возможно, что подобная реакция у вас связана с тем, что вы, допустим, не приемлете, когда что-то происходит не по вашей воле. Когда что-то происходит не так, как вы хотите. И вы болезненно на это реагируете. Соответственно, это означает, что вы, как бы, любую неудачу воспринимаете слишком сильно, слишком ярко, гиперстрофированы негативно. И причина этого скроется в вашей самооценке, в вашей неуверенности в себе, в отсутствии, по сути дела, самолюбия, в отсутствии, по сути дела, должного самоуважения, гордости и так далее. Почему? Потому что давайте будем исходить из следующих. Если вы переживаете внутренний конфликт, а этот конфликт вы разрешить не можете и находитесь в постоянном, допустим, депрессивном состоянии из-за этого, то, естественно, вы в своих собственных глазах падаете. Ну, вы не можете решить внутренний конфликт, не можете разрешить ситуацию, и, естественно, вряд ли вы лучше о себе думаете в этот момент. Раз вы хуже о себе начинаете думать, то, соответственно, вряд ли вы лучше думаете о других людях. Напротив, вероятно, их достижения являются для вас более болезненными, а их самостоятельное, своевольное поведение воспринимается вами как личное оскорбление. И из-за того, что вы хуже думаете о себе, вы хуже думаете и о других. И из-за того, что вы ругаете, возможно, обижаете себя, вы обижаете и ругаете других. И чтобы перестать это делать, нужно сперва гармонизировать отношения внутри вас, чтобы встать на путь доброжелательного, обходительного отношения к другим и любить их. И вот проблема, препятствия, которые стоят на пути к тому, чтобы вы хорошо к себе относились, любили себя, ценили, уважали и так далее, вот эти препятствия и нужно разбирать. Они могут идти из детства, они могут идти из каких-то негативных ситуаций в вашей жизни, отношений с родителями и прочее. Они могут идти из-за разницы в социальных требованиях к вам. И ваших личных требований к себе. Они происходят из разного рода конфликтов, эти препятствия. И неразрешенность этих конфликтов порождает увеличение количества этих препятствий. Вот и нужно вам эти конфликты постараться разрешить. И тогда ваше отношение к себе изменится, и как следствие изменится отношение к другим людям. Потому что, конечно же, конечно же, необязательно любить себя, чтобы любить других. Скажете вы, что для этого нужна очень сильная воля и сильные, превалирующие над чувствами и разумом. Чтобы вы могли полностью контролировать своим разумом, свои ощущения, эмоции и переживания. Вы этого делать, к сожалению, не можете и не можете делать, а то многие люди не могут так поступать. Соответственно, нужно приводить свои ощущения, свои внутренние желания, свои эмоции в гармонию, в идею и решать внутренние конфликты. Только тогда ситуация может измениться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.